Ну что, ребятушки, как и обещали, будет сегодня нас чуть больше в студии. Настоящим украшением Юмор ФМ сегодня стала российская певица, которую вы прекрасно знаете. А как понять какая? В студии уже 4 чашки чая. А это значит кто? Оля Серябкина. Привет, Оля. Оля, привет. Доброе утро. Я узнаю тебя по 4 чашкам чая. Это, кстати, не шутка. И очень не модно в шоу-бизнесе, но Оля молодец. Так, ну и что, Оля, как дела? Я хочу понять сначала, что не модно. Во-первых, я хочу сказать всем привет, всем привет, дорогие. Если вы только что проснулись, вы как я. Я только что, минуту назад, можно сказать, проснулась. Да? Доброе утро, Оля. Оля у нас, да, на стульчике досыпала вот сейчас как раз сидела. Сидела, чай мешала. На самом деле она бодрая, пришла, все нормально. Нормально, нормально, да. Я готовилась. Так, Оля, но вообще сегодня ты пришла к нам не с пустыми руками. Это замечательно. На сегодня мы будем слушать новую композицию, премьера, которая состоялась совершенно недавно. Шесть дней назад, по-моему, да, сейчас случилось? Да, да, да. Чуть меньше недельки. Об этом чуть позже, но ведь в конце прошлого года... Ну, почему самое главное, знаешь, раз дал и, говорит, чуть позже. Это немножко интрижки, понимаешь? Чтобы все дальше слушали, что же там за композиция, что же... А люди сейчас нетерпеливые. Да? Да, поэтому сразу давайте. Я пришла с премьерой своего нового трека, который называется «Дядя Гена». Я для этого сегодня просыпалась. «Дядя Гена». Да. Так, ну давай в этом теперь подробнее разбираться, хорошо? Раз ты нас затащила в свой омут, в омут своего творчества. Давай-то не будем провести, мы сегодня расскажем. Так, да, «Дядь Гена», о чем песня? Я послушал припев, там нету человека Шенгена, хотя он успешный бизнесмен. Да. Он не выездной, он в федеральном розыске. Нет, это обычный человек, как ты и я. Ну это самый удачный пример сейчас, кстати. Ну реально, обычный человек, просто, ну как бы все хорошо у парня сложилось в жизни, но при этом как бы, ну нормально работает человек. Но нет Шенгена. Нет Шенгена. Вот такая вот проблема у Парижа и у Вены. А потом все вот это будет под музыку, да? А у него все очевидно, а у него все тут и бедно. Да. Вообще песни частично про меня, я тоже вот, пожалуйста. Конечно, Шенгена. Работаю вроде, все хорошо, но без Шенгена. Ну нормально же тебе. Оля, ты Шенгеном? У меня заканчивается. Серьезно? Да. Ну надо что-то делать. Да что, что, отдыхать. В Крым. Расслабляться. Так, окей, Оля, а при чем здесь Сергей Буранов? Значит, рассказываю. Ну трек достаточно на злобу дня, будем так говорить, такой. Я редко пишу такие песни, но здесь решила написать. Вообще, мне кажется, что правильное чувство юмора, вообще правильно, ну как бы в сложных ситуациях очень важно относиться правильно, ну как бы, как сказать, к своей психике, так скажем. Ну да, пожалеть себя, в конце концов. Да, да, и найти вот ту правильную точку, на которой можно вот как-то более стабильно стоять. И это чувство юмора. Не зря пришла на юмор-фм, понимаете? Ну и поэтому Бурунов, то есть Бурунов собирательный образ. Бурунов, Сережа, это отдельная история. Я когда написала песню, вот она, я вообще никогда ее делала, я не знала, естественно, вот, как бы у меня в голове она была, но вот когда я ее, вот уже вот все, я ее начала слушать, как готовую версию, и начала, закрыла глаза и начала представлять. И у меня просто в голове, я понимаю, что у меня в голове один человек, Сережа Бурунов. Я ему позвонила и говорю, Сережа, нам нужно встретиться. Мы с ним встретились, я поставила им песню, ну, я смотрю, он начинает так как-то вот приданцовывать, улыбаться, я поняла, что все, полдела сделано. Ну, в общем, я говорю, Сережа, я ничего не могу поделать, ты дядя Гена, ты согласен? Я согласен. В общем, в копилке образов Сергея Бурунова и ролей, теперь будет еще одна, да, дядя Гена сыграет, Сережа. Да, ну, на самом деле, для меня это большая радость, что он согласился поучаствовать в моем клипе, который мы снимаем на следующей неделе. А клипа нет еще? Нет, мы очень активно к нему готовимся, это будут достаточно масштабные съемки, у нас очень крутая идея, это будет классный, веселый клип, который мы презентуем в ближайшие, наверное, первые числа августа, и все, и будет радость. То есть, по сути, друзья, у нас остается всего даже полмесяца до релиза клипа. Ну, да, мы сейчас вот на следующей неделе снимаем и достаточно оперативно делаем весь продакшн и выпускаем. Супер. Чья была идея, просто я объясню, не знаю, видел ты или нет, Гар, Сергей Бурунов в сниппете на трек, да, так называемом, ест розу. Да, это я видел. Чья была идея, почему он ест розу? Я не знаю, это была его идея, он присылает мне это видео, и, ну, я не знаю, сколько раз подряд я посмотрела это видео, мне кажется, раз 20. Сколько я отправила сообщений ему в виде вот этих вот плачущих... Смайликов, да. Смайликов, в общем, это было очень смешно, но все, что он делает, естественно, очень талантливо. Я скажу так, когда мои ребята-музыканты увидели это видео, а мы приехали как раз на гастроли, значит, мне подарили красные розы. Было много цветов, и я так сейчас немножко... Было много цветов. В голове прикинула, что все могут съесть Бурунов? Сколько можно дней ужинать, я бы сказала. В общем, я захожу в гримерку, у меня... У него все нормально вообще, что он цветы есть. Надо выяснить, сколько в Серегу влезает вообще букетов. Давно не снимал. Да-да-да, Оль, и что? И захожу, а у меня музыканты тоже сидят и едят розы. Музыканты едят розы? Да, и я поняла, что все, розы... Розы, пожалуйста, в студию красные. Я сейчас вспомнил историю. Я говорю, позже попробовала, не очень вкусно. Ты пьяный ел розы, смотри. Кто-то в гримерке закусывал лепестками роз. Где эти люди? Они нам срочно нужны. Вот так, как будто бы Саруханов, да? Может, и он, кстати, я не помню. В общем, все едят розы теперь, Оль, да, у вас? Да, розы — это вкусно. Надо будет попробовать. Розы — это вкусно и точка. Так, окей, здесь разобрались со всем этим. Давай про шенген немножко поговорим. Ты говоришь, что у тебя заканчивается шенген. Давай немножко про отдых. Давай. Отдых был? Бывает у тебя отдых вообще? Бывает. Поехали. Последний раз. Где ты была? Ты была уже где-то? Последний раз? В этом году. В этом году. Я последний раз была на отдыхе, когда я еще была беременная. Это было прошлый сентябрь. О! Боже, я почти год не отдыхала. Ого! Да некогда мне было. А где ты была? Я была в Черногории. А, в Черногории. Ну, вообще, я была, честно говоря, и в Черногории, и там немножко в Италии. Я была на лодке, отдыхала на воде. И плавала... Это было... Ну, ты так и планировала, или вы там на лодке заблудились и доплыли до Италии? А вообще, у меня был курс поплавать по Средиземному морю. Средиземному. Адриотическому. Адриотическое есть такое. И вот по нему я, собственно, и поплавала. Куда было можно заплыть? Какие границы можно было пересечь? Я плавала неделю просто, поэтому плавала везде. Прикольно. Я, кстати, не был в Черногории. Я тоже не разговаривала. Чисто визуально ты, конечно, встроенная в Мальдивы должна быть. Но по мне... Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Примерно месяца, хотя бы полтора в год. Я должна быть встроена туда. С отдельным атоллом, чтобы сразу... Я так думаю, что развивался пиджак в данный момент. А сейчас можно подуть на меня. Мы можем сейчас все оказаться с вами. Можем сейчас. Песочку поднасыплю сейчас. Давай прям делать... С тобой 12 человек пришло. Может, они подуют. Главное, не простудиться только. Дадим, пожалуйста, где песочек? Нет, я сейчас... А вы знаете, что... Сейчас с гарчика насыпется песочек. Вы знаете, что вы можете тоже здесь... Вот сейчас на летний период я сейчас рассказываю креатив. Вот, пожалуйста, передайте эти слова кому надо. Кому надо. Так, кто надо, слушайте внимательно. Сыпьте. Вообще, кстати, это лайфхак всем людям, у кого есть небольшой кабинет. А если в этом кабинете работают несколько людей, он большой. Просто договоритесь со всеми. Вот реально лайфхак. Значит, песок закажите. Так? Это недорого. Ну, это понятно. Ну, а если в складчу, ну, еще дешевле. Так что вас двое уже лучше. Сразу видно, кто на даче сам делал ремонт. Так, дальше. Ну, ну, ну. Значит, заказываете песок, сыпите на пол, ставите легкий... Ну, можно поставить гамак тогда. Ну, например. Ну, все, уже достаточно снял обувь. Вот так вот за кабинетиком такая обувь будет при дочке. Такие раз, раз, кроссовочки разные. А то заходишь и босичком ходишь по песочку, и как будто ты уже немножко... Ну, в принципе, да. Я понял, к чему Оля клонит. А может, для полноты картины. Вот вверху у нас лампы такие есть. Да фотообои наклеил. Фотообои наклеил, лампы для солярия вкрутил, и все, пожалуйста, проводи время прекрасно. Он потрясающий. Ну, чисто аудиально какой-то секс для нищих. Но нет, но с другой стороны... Знаешь что? Что? Заткнись. Зато он есть. Так, ребятки, ну что, пока мы тут все не подрались в прямом эфире МРФМ, я предлагаю послушать, наконец-таки, что нам принесла Оля, а конкретно композицию... А Оля нам что принесла? А дядю Гену принесла. Оль, пару слов перед началом трека. Я хочу пожелать, чтобы при прослушивании этого трека было как можно больше улыбок. Вообще улыбка — это главный кредит радости и хорошего настроения. И вообще из этого всего складывается наша жизнь. Поэтому окружайте себя вот в эти самые лучшие моменты. Больше юмора. Да? Да, да. Ну что, рецензируем песенку немножко, которую мы услышали? Про дядь Гену? Про дядь Гену. Да, мне понравилось. Мне тоже понравилось, по-моему, круто. Главное, что происходит то, что и должно происходить с хитом. Я ходил и напевал сейчас все это время, пока шла реклама. Классно, спасибо. Дядя Гена, круто. Мы тебя поздравляем, трек действительно классный. Вот тебе аплодисменты, кстати. Все удачно, все удалось. Слушать будем за большим удовольствием. Так, ну, как мы тебе обещали, мы тебя хотим сейчас затащить в одну игрушку. Я уже где-то на полпути. Замечательно. Сейчас мы дойдем до финала. Давай, чуть ускорься. Что будет происходить? Я думаю, что тебе известна такая игра, как Апош. Нет. А, она обратная, обратная. Да, мы тебе будем включать треки. Они все, скажем так, в них упоминаются женские имена. Они сначала будут тебе звучать в перевернутом варианте. Твоя задача просто послушать внимательно и понять. Что это за имя? Хорошо. Я просто сейчас переварила Апош. Оля сказала хорошо, так как нехорошо. Так, ну что, погнали? Да поехали. Первый вариант, давай послушаем. Жуйск, 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 жуйск. Жуйск. Жуйск, жуйск, жуйск. Я тоже не знаю. Кстати, Гар тоже не в курсе, да. Давай, давай, давай. Жуйск переведем. Жуйск? Да. Жуйск. Первая какая? Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша. Грустая коза. Правильно, с ней есть контакт. Постепенно наш утренний эфир протекает, как вечер в пабе. Так, потихонечку, да, начинаем. Давай, давай, давай. Поехали дальше. Я, кстати, очень азартный человек. Поехали дальше. Сейчас она в эту игру 16 тысяч проиграет. Давай, поехали. А Жанна? Еще послушаем, или нет? Все, есть ответ? Следующая песня. Что, какая? Жанна, Жанна Стюардесса. Стюардесс по имени Жанна. Давай послушаем, правильно или нет? Ну, конечно. Конечно. Владимир Пресняков. Владимир Пресняков. Средний. Средний. Супер, поехали. С очередной композицией разобрались. Следующий вариант. Сейчас будем слушать. Внимание. Вот здесь, наверное, посложнее. Хотя, кому как. Чего? Можно еще раз послушать? Если совсем ничего непонятно. Конечно, можно. Да, просто одни слоги. Понимаешь? Одни слоги. Слушаем еще? Давай. Нету опорных. Ну, давай. Я как лингвист вам скажу. Я как вам лингвиста это самое хочу сказать. Давай. Давай. Вообще, у меня ноль вариантов. Ноль вариантов. Давайте послушаем. Подмосковные вечера какие-то. Кстати, похоже. Вот период в варианте было похоже, но это совершенно не подмосковные вечера. Давайте послушаем правильный ответ. А, ну вот. Ну ты рад. Катюша. На высокой. А знаешь, почему? Почему? Потому что очень маленький отрывок дали. Ну, извините. Извините. Мы человека, который у нас отвечает за отрывки, уволим сегодня. Пожалуйста, увольте этого человека. Так, стоп. Я сейчас занервлюсь. С очень короткой формулировкой. Холодный пот меня бросил, а я резал эти отрывки. Лично. Так, еще один вариант. Внимание. Ну, человек пил крот. Ну, кто? Паина, паина. Видите, насколько Россия уникальная страна. Можно по размеру алкогольного отравления узнать, что это за песня. Поздравляем, Ольга. Слушай, я снимаю свой биджак. Подсказка была мощнейшая. Пил крот человек. Да я... Ладно, ладно. Да я вам... Да и... Я вам могу есть что рассказать. Давай, что там еще? У нас еще один вариант есть в композиции. Не уверен я, кстати, что Оля знает его. Я не уверен, что знаешь его ты. Так. Это... Кто ты его вообще знает? Ты поешь эту песню? Продюсер Юмор ФМ знает эту песню. Нет, я эту песню пою. Давай послушаем, попробую угадать. Может быть, ты ее знаешь. Красивый темп. Типа что-то... А-а-а! Подожди, а это случайно ли не Джахалип? Джахалип. Есть. А какая песня была? Ну, Лейла. Но это не Лейла. Это не Лейла. Это другая. Марина? Да, Марина. Нет, но оно... Она-она. Но там есть женское имя. Это она действительно. Да. Он поет это... Я знаю эту песню, но я не знаю, забыла, какое имя он использовал. Давай послушаем. Да, Оленька! Ну, конечно! Оля-Оля! Оленька-Оля! Джахсарался, а ты забыла, Оля! Я просто... Ну, я скромная. Оль, ну, в любом случае... Значит, я другая. Мы тебя аплодируем. Справилась вообще. Оля-класс. Ну, по сути, ты один вариант только не угадал. Не угадал, а только Катюша. А здесь вообще все в легкую. Оль, давай будем потихонечку закругляться. Расскажи, где тебя можно увидеть в ближайшие дни какие выступления? Краснотулинский, я слышал. Да, вот послезавтра... Я просто за тобой же сильно слежу. Сейчас вы удивитесь. Меньше, чем ты за мной. Сейчас вы удивитесь. У меня там родственники. Да? В этом прекрасном городе, да. Я удивилась. Ну, все. А где это находится? На Урале. На Урале. Это Лоскополь? Ну, нет. Это, во-первых, нужно... Вот лучшая логистика. Дорогие, если вы не знаете, что делать в эти выходные, лично я лечу до Екатеринбурга. Так. И оттуда на машине. Свердловская область получается. У тебя у вас есть возможность просидеть за улицем, проследить за улицем. Нет, ну, серьезно. Кстати, я вообще очень люблю Урал. Я вообще, как бы, можно сказать, уральская ментальность. Ты? Да. Уральская женщина? Да. Ну, ты же в Москве родилась? Да. Ну, вот видишь, и я. Ну, вот видишь. Вот видишь. Так, рад за вас москвичить. А в душе... А в душе... Они нас с тобой не понимают. А в душе это я сказала. Мы хотим на Патриках пить опироль, а не вот это все. Так, друзья, Ольга Серябкина. Ладно, и еще, кстати, вот хорошая новость для тех, кто долго меня ждал на Камчатке. Я в августе... Уходите оттуда, я не приеду. Не-не-не-не, реально, я собираю свой гастрольный чемодан большой. Скоро приеду. Да, ребята, Петропавловск-Камчатский, Ольга... Сахалин. Сахалин. Приедет, Оля, все нормально. Все, все отлично. Оль, спасибо тебе большое, что провела это утро с нами. Спасибо вам большое, что... Песня классная, ты модная, ты классная. Пару слов людям, которые сейчас тебя видят, кстати, некоторые, некоторые слушают. Что-нибудь, да. Типа любите матч что-нибудь, ну, важно. Ну, нет, ну, на самом деле, действительно, самое главное в жизни, чтобы костюмчик сидел. По-моему, все понятно, шикарно. Ольга Серябкина гостила сегодня в «Юмор-ФМ». Подождите, да я нормально закончу, да я нормально закончу. Я хочу пожелать... Я хочу пожелать всем, на самом деле, хорошего настроения. Я хочу, чтобы вы, поскольку слушаете «Юмор-ФМ», это означает, что вы... Ну, юмор вам... Вот все должно быть правильным, правильной дозой чувства юмора. Конечно же, нельзя пересмеиваться тоже слишком сильно, но... Это точно. Потому что плохо заканчивается обычно это. Это сто процентов. Но вот здорово, когда ты живешь так, как тебе нравится, с улыбкой на лице и все такое. И я желаю вам хорошего лета. Классно, спасибо, Валя. И мы тебе желаем. Да, и еще кое-что. Что? Купи гараж. Я... Значит, зайдите, пожалуйста, на мои странички в соцсети. И что сделаем? Я... Значит, дядя Гена может прийти в вашу жизнь, и я расскажу, как вам завтра. Ага, надо подписаться? Конечно. Подписывайтесь в соцсетях везде, где Ольга... Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Опа! Все хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Сейчас мы тебе все напишем. Пока, Оль, спасибо. На Юмор-ФМ.